Дорогие друзья, привет! Сегодня поговорим о такой добавке, как креатин. Часто слышите про нее. Наверное, уже набило оскомину. Но сегодня все-таки с научной стороны мы посмотрим, кому это действительно нужно, как это работает и полезно ли это или вредно. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца и расскажу, как его грамотно принимать и что он тебе даст. Основная ошибка людей, которые употребляют креатин, это неправильная точка применения. Многие пытаются пить его, когда сохнут. Многие пытаются пить его просто как добавку, которая имеет какой-то волшебный эффект, когда набирают. И по факту не задумываются цель применения креатина. Да, действительно он стимулирует вам белок миоглобин. Он стимулирует дифференцировку мышечной ткани. Он помогает вам набирать, но только если вы принимаете его грамотно, принимаете его с целью и ваши тренировки соответствуют тем показателям, когда он используется. Он позволяет вам выполнить условно, если грубо говорить, то 1-2 повторения сверхотказных, которые вы до этого делали. Благодаря этому больше нагрузка на мышечное волокно, благодаря этому возможно большая стимуляция, большая гипертрофия и соответственно больше стресс вы доносите до мышцы. Плюс креатин позволяет вам легче восстанавливаться, лучше восстанавливаться, быстрее восстанавливаться. Поэтому крайне важно применять креатин только тем, кому он действительно нужен. Исследований много. Есть куча исследований, которые говорят, что безопасно принимать креатин с утра до вечера. Ну, не с утра до вечера, но по 5-10-15 грамм в день в течение 5 лет можно принимать. Но по факту на самом деле вы прекрасно понимаете, что рука создателей биологических добавок, спортивного питания часто очень дотягивается до различных исследований. Поэтому всегда на все эти исследования нужно смотреть скептически, потому что на каждое такое исследование всегда найдется противоположное. Поэтому очень сложно что-то вам вещать, потому что что-то скажешь, найдут какое-то исследование, которое противоречит твоим словам и выглядишь не очень хорошо. Креатин содержится во многих продуктах. В основном это красное мясо, красная рыба, курятина. Поэтому не нужно думать, что это что-то в порошке, что вы в природе не получаете, и это не является вашим стандартным дневным рационом. Бывает, допустим, состояние, когда у вас есть нехватка креатина, когда его количество в организме ниже, чем должно быть. Допустим, это часто я встречаю у вегетарианцев. Поэтому, например, если ваша диета это вегетарианство, то возможно в вашем случае стоит добавлять немного креатина, даже если вы не занимаетесь спортом. 1-2 грамма в день вам принесет большую довольно-таки пользу. Сегодня мы рассмотрим выжимку и тезисы из международного журнала прикладных медицинских исследований, которые посмотрели мета-анализы и сделали для нас выборку интересных фактов о том, что же дает нам креатин. Первое. Креатин моногидрат это лучшая эргогенная добавка для того, чтобы увеличить свои пиковые силовые показатели. Это будет хорошим стимулом для вашего мышечного роста. Второе. Креатин моногидрат, он считается абсолютно безопасным. Нет исследований, которые говорили бы, что здоровому человеку прием креатина противопоказан. Считается, что безопасная доза креатина от 5 до 30 грамм в течение 5 лет у здорового человека не вызовет никаких побочных эффектов. Третье. Применение креатина моногидрата, особенно у молодых спортсменов, снижает соблазны и риски того, что человек решит использовать анаболические стероиды. Третье. Прием креатина моногидрата разрешен как подросткам, так и детям. И абсолютно безопасен, если соответствует их нагрузкам. Есть некоторые правила. Первое. Дети делают это под наблюдением специалиста. Дети полноценно питаются и соблюдают сбалансированное питание. Третье. Они осведомлены о том, как правильно принимать креатин. И последний пункт. Они не превышают рекомендуемые дозировки. На некоторых продуктах есть надписи, что применение креатина не рекомендуется, если вам еще нет 18 лет. Но это, скорее всего, выдумки, я бы сказал, производителей, для того, чтобы снять с себя юридическую ответственность. Потому что есть множество исследований, которые говорят о том, что прием креатина безопасен. Как для детей, так и для подростков. Пятое. Среди всех видов креатина самым эффективно действующим является креатиномоногидрат. Шестое. Креатин иногда рекомендуют применять с углеводами. Да, действительно, применение креатиномоногидрата с углеводом увеличивает его биодоступность. Седьмое. Прием креатина бывает в двух формах. Первое. С фазой загрузки. И второе. Без фазы загрузки. В фазе загрузки в течение 5-7 дней вы должны употреблять креатин в дозе 0,3 грамма на килограмм массы вашего тела. И спустя недели можете перейти на поддерживающую дозу от 3 до 5 грамм. Вы, в принципе, можете не использовать фазу загрузки. Но тогда до нужных концентраций креатина вы дойдете чуть-чуть позже. Восьмое. Есть исследования, где креатиномоногидрат получали в больших дозах. Большая группа людей получала сверхвысокие дозы креатина. В течение 5 лет при перерасчете на их массу тела это было порядка 50 грамм креатина в день. И несмотря на это никаких плохих последствий для здоровья это не возымело. Простыми словами, креатин позволит вам тренироваться более интенсивно, стать чуть сильнее и повысить свою производительность. Если вы это приложите на грамотные тренировки, правильное питание, то, конечно, вы будете прогрессировать. Но многие, к сожалению, пренебрегают стилем тренировочного процесса, который требует применения добавки. И, естественно, не получают никакого результата. Когда принимают креатин, идет задержка жидкости в организме. Кстати, это один из побочных эффектов, как я считаю. Лично я в своей практике креатин практически не использую. Потому что я склонен к отекам, я достаточно гидрофильная личность. И много жидкостей хорошо задерживаю. И поэтому, когда я использую креатин, я очень сильно отекаю. У меня отекает лицо, ноги, руки. Мне эта добавка не нравится. И поэтому я всегда, сколько себя помню, тренировался и тренируюсь без нее в виде дополнительной добавки. Многие из вас совершают самую главную ошибку. Когда они начинают употреблять креатин, видя вот эту отечность в тканях, видя, что много жидкости, они думают, что надо жидкость сократить. Это самая главная ошибка. Ни в коем случае количество жидкости сокращать нельзя. Несмотря на то, что вы даже, может быть, чуть-чуть отечны, жидкость пить вы должны в достаточно большом количестве. От 3 литров в сутки. Многие из вас считают, что креатин нужно принимать только перед тренировкой. На самом деле, эти исследования, которые мы сегодня ссылались, они пытаются найти оптимальный протокол приема креатина. То есть, это время, это доза и это схема при конкретных видах физической нагрузки. Но, к сожалению, все эти исследования пока, к сожалению, ответов нам на это не дали. Поэтому я рекомендую, наверное, больше эмпидически к этому подходить. Но что точно могу сказать, что применять креатин можно не только перед тренировкой, но и после тренировки. Применение креатина в небольших дозах 1-2 грамма после тренировки поможет вам лучше восстанавливаться. Если ваша цель особенно мышечная гипертрофия, то 1-2 грамма после тренировки для восстановления служит очень хорошей помощью под спорьем. Многие еще также спрашивают, а с чем же все-таки принимать креатин? С водой, либо с соком виноградным. Почему с виноградным? Потому что там больше всего углеводов. Да, действительно, скорость усвоения, эффективность работы креатина, КПД, так скажем его, будет выше в зависимости от того, с чем вы его принимаете. И есть в том числе спортивные добавки, с которыми креатин работает более эффективно и усваивается лучше. А есть те, с которыми этого не происходит. Есть очень интересное исследование. Таблицу из этого исследования я выберу в своем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Вы сможете перейти и увидеть, какие же добавки вам дадут что-то, а с чем вам это не стоит принимать. Побочные эффекты от применения креатина. Самое частое, если мы не берем отеки, это дегидратация. То есть обезвоживание. Несмотря на то, что вы внешне будете отекшим, вы можете легко быть обезвоженным. Поэтому обязательно много пьем. Второй побочный, очень частый эффект. Это не несварение, а проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть это может быть вздутие, диарея. Чаще всего это происходит из-за того, что вы принимаете слишком большую дозу креатина. Поэтому если у вас наступает расстройство кишечника, расстройство пищеварения, я рекомендую дозу приема креатина сократить в два раза. Судороги. Некоторые из вас пишут, что у меня на фоне приема креатина происходят судороги. На самом деле судороги происходят чаще всего у тех, как раз таки, кто обезвожен. Поэтому да, судороги при приеме креатина могут быть, но вызваны они тем, что у вас нарушен электролитный баланс и есть в организме нехватка жидкости. Большое количество выделяемой мочи. Некоторые из вас тоже спрашивают, нормально ли то, что я после приема креатина полночи могу бегать в туалет. Да, действительно, когда у вас днем идет большая задержка жидкости в организме, особенно после тренировки, то вечером, когда организм ваш начинает жидкость отпускать, вы банально начинаете ее из себя вымачивать. Да, действительно, это один из побочных эффектов приема креатина, это увеличение диуреза. Ну и также не забывайте, что вы еще при этом много пьете. Касательно влияние креатина на гормональный фон мужчины. Не влияет. Не влияет, но косвенно все-таки влияет. Через что влияет? Через увеличение интенсивности нагрузки, через большую стимуляцию центральной нервной системы за счет этого. И, как следствие, компенсаторный рост, возможно, тестостерона. Поэтому, да, действительно, прямого воздействия нет. Но изменения в интенсификации тренировочного процесса могут отразиться в улучшении или ухудшении, если идет недовосстановление гормонального фона мужчины. О том, как комплексно повлиять благоприятно на мужское здоровье, я рассказываю в своем эфире. Ссылка на этот эфир в описании к этому видео. Также там вас ждет презентация нового проекта «Фитнес как наука». Еще одно заблуждение. Мне креатин мешает худеть. На самом деле, креатин никаким образом вам не мешает худеть. И иногда я назначаю или рекомендую прием креатина, когда вы находитесь на низкокалорийной диете. Он позволит вам проще, легче тренироваться, лучше восстанавливаться. Хотя в моменте времени, пока вы его принимаете, вы будете более отекши. И возможно, вы не будете видеть улучшения. Возможно, вы не будете видеть, что вы сохнете, худеете. Но, как говорится, главный итог. В конце, когда мы отменяем прием креатина, вы отпускаете воду достаточно довольно-таки быстро. И вы видите результат своих трудов и усилий. Также большое заблуждение, что креатин вызывает огромную какую-то стимуляцию, прибавку в мышечной массе в несколько килограмм за неделю. Помните, что любые резкие изменения в прибавке, либо в снижении массы тела, это всегда гуляет вода. Поэтому не обольщайтесь, если вы с креатина быстро за неделю, за две набрали пару килограмм, это водичка. Как пришло, так и уйдет, если не будете хорошо тренироваться. А используется ли креатин где-то еще? И что говорят исследования? Исследования говорят о том, что креатин позволит вам снизить риск развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Поэтому действительно, креатин это не только про спорт, это в принципе и про здоровье. Очень частый вопрос, который вы мне задаете. А стоит ли переплачивать за какой-то крутой бренд, который производит креатин? Мне кажется, за креатин моногидрат можно не переплачивать. И взять абсолютно среднячка. Не нужно пытаться получить какое-то супер качество в таком простом продукте. Друзья мои, тренируйтесь, будьте здоровы, не травмируйтесь. Но помните, что основа она кроется в режиме, в усилиях, в тренировках и в дисциплине. А в добавках, наверное, уже в самую-самую последнюю очередь. Будьте здоровы, подписывайтесь на нас. Спасибо, что вы поддерживаете и следите за моим творчеством.